Продолжение следует... Контент подъехал, блядь, вон мужик на трубе спит. Хотели поснимать общие планы для себя с веб-камер города Владимира. Нам управляющие веб-камерами сделали вот так. Опять мы по подвалам шарахаемся, да? Вон узкие лестницы, все дела. Что-нибудь-то скажешь? Можно сказать. Идем куда-нибудь пошляемся, да? Да, где-нибудь погуляем, а там посмотрим. Да, я тоже так думаю. Люблю я вот в таких полуподвальных помещениях лазить с детства. Ну что у нас тут? Вот такую еще можно газовую горелочку. Нет, ну он тяжелый, нет. Он зарабатывал и сам будет. Граться им, конечно, неудобно. Лучше вот такой домограмм. Он удобный. Но мы пришли сюда как не к экскурсию, просто погулять. Тусовщики в супермаркете. Вот он. Вот такой для леса надо. Что-то какая-то сегодня неудачная поездка. Вообще. Ну что скажешь? Конечно, я скажу. Как обычно. Говорю, мы как в подворотне в какой-то. Да, на деле. Да. Такой антиграундный подъезд. Да, на деле он. Да, на деле мы ходили в магнит. Ха! Да. За адреналинка. Не, ну. Мне этот коридор здешний вообще все время не дарал. Стикеры за... Откуда идти? Что за стикеры? Да просто смешные стикеры. У меня один дом лежит, взял прикол. Ааа. Ну там какие-то очередные вот эти пальцы. Как-то то игрушечка какая-нибудь. Стикеры, куда идти отсюда. Все ясно. Стыкеры времени не проводят. Ааа. Здесь лабиринты фавна, емае, бля. Заблудишься здесь в этом магазине. Да? Говорят, заблудишься в этом магазине. Ну, не скажешь, что заблудишься. Все. Когда мы с ним... Когда мы выходили с самого магнира, то он больше пахнет. Ну да. Хей, на самом деле это Мираж. Важно, что внутри, к примеру, наш персонаж. Клиент скорее жив, чем мертв. А то прикиньте, потом в новостях увидим. И все, на. Да вроде дышит. Не, дышит. Все с ним нормально. На трубе... Да, труба теплая. Поэтому это... Раскумарила его на теплой трубе. А мы уж с Серегой думаем, блин, клиент скорее жив, чем мертв. Или наоборот. Вот так вот. 21 век. Все идут, снимают на телефоны. Помощь никто не придет. Но мы хотя бы посмотрели. Дышишь там или нет. Ну да. Сейчас я расскажу, когда мы дальше пройдем. Не кричал еще? Ключи без этого. С ширика. То есть в расходе? С ширика, да. Сейчас я... Мы пройдем чуть подальше. Я расскажу вам насчет тех этих карточек, на которые мы угорали в поездке на мастер. Она еще, наверное, до сих пор здесь. Да? Или мы ее куда денем? Не знаю. Может, выкинули. Нет. Вот насчет. Вот этих карточек. Сейчас я расскажу. Но это будет чуть позже. Пойдем. Вот почему прикол? У меня же последний вот сегодня, вчера должен быть там. Вот в чем прикол заключается? Вот у меня есть на почте. Я заходу. Подожди, подожди. Я ничего не вижу на экране. Ну, смотри, еще раз. Вот на почте есть, например, химия тоже. Вот я захожу. И по идее, я должен вот тут зайти вот на этот курс. А у меня в конце пишут, вот, вы не можете, видно? Дожди. Дожди. Для кого студент первого курса. Это не важно, вот, вы не можете записаться на этот курс. Ну да. Я нажимаю продолжить, и меня просто кидает на главную страничку, где ничего не появляется. Ну вот так. И тем как хочешь, как говорится. И поэтому я был изначально, когда только услышал, что нам дистанта лет поставили, я был уже в уме против, мне сам о чем говорить. Ну, а кому говорить? Ну, тоже верно. Про вот эту помощь бездомных. У нас тут ребята, знакомые, примерно с такой же темы появились. Это есть такие рабочие дома, они их называют. Там человек собирает всех бездомных, всех иногородних и приехавших товарищей из бывшего Советского Союза, да, с республик, с наших бывших. И он им дает жилье, обеспечивает работой, и он их отправляет на предприятие. Допустим, он договорился с каким-нибудь, я не знаю, там, колбасным заводом, и вот он их туда возит. К примеру, завод ему платит 3 штукаря за человека, а то, что он им дает дом, еду и работу, он у них забирает, к примеру, 2,5 или 2 тысячи, а они получают, к примеру, тысячу или 500 рублей. Кому как повезет. Вот некоторые получают по 2,5 через более-менее такого работодателя. Но не всем так везет. Вот смотрите, серьезная тема для разговора. Где ты? Иди сюда. Сейчас я пришел в армейский магазин. Но я померил одни, вторые, то есть дагестанские берцы, они как из промокашки сделаны, они вообще ни о чем. Нужны белорусские берцы, они лучше. Берцы ни одни не подошли, и дама, которая продает, она с уверенностью потом мне заявляет. Когда я беру шапку военную, ну, кто смотрел раньше видео, у меня такая эта, я не знаю, как ее назвать, как у Фиделя Кастро, во, нашел с чем сравнить. Такая с козырьком, да, эта ровная. И вот я сейчас беру точно такую же, и она мне говорит, ну, вот вас сразу видно, кто там был. Я говорю, я нигде не был. Она мне говорит, вот, я об этом и говорю. То есть, типа, что те, кто где-то был в военных действиях, да, это отрицают. Вот он свидетель, да. И вы, кто меня хорошо знаете, что я в армию даже не ходил, потому что у меня мать на инвалидности была. А это вот я говорю к тому, что вот эта женская уверенность, она утвердительно это сказала. Так. На ночи рано, да? Так, на ночи рано. Это не та улица. Так, все, человек прошел. Вот так вот вы, многие дамы, делаете выводы, поспешные. И, причем, вы уверены, что они истинно правильные, истинно верные и так далее. Вот, свидетель, подтверди, что я нигде не был. Ты меня знаешь? Да. 16 лет с лишним. Да, я тебя знаю. Я знаю, когда на подобных мероприятиях так вырежусь не был. Не был. Надеюсь, тебя будет хорошо слышно. Ты, как всегда, под нос сказал. Ты знаешь, нет. В общем, вот так вот. Делайте выводы для себя. А все началось с того, что я, когда одел эту шапку, я сказал, ладно, не будем пугать народ. Уберю, говорю, Серега ее в рюкзак. И она сказала, а что пугать народ-то? И так все знают сейчас, что у вас очень много таких, кто там был. Вот, представляете? Но я еще сказала, что по манере говорить, по словам, по манере двигаться и по глазам видно. У меня глаз-то. Вот, кстати, мотайте на ус. Если вам кажется, что кто-то чего-то, то это не так, это вы сами себе придумали. К сожалению, доказанный факт. Вот только что. Я вот даже и не знал, что я похож на военного. Ну, хотя, знаешь что? Это, наверное, сказалось работа с военными. Я же с военными работал. Сколько я с ними работал-то? Года три с половиной с военными и еще сколько-то с бывшей милицией. Ну, я имею в виду эти... Я же был в охранах и военных. Ну, где бывшие военные все и где бывшая полиция. Может быть, это сказалось. Но никак не то, что она назвала. Да твою ж за ногу мы не туда свернули. Блин. Да. Я думал, это эта улица. Ну, сейчас пойдем дворами. Ребята, нам надо эстетика по-ебенее. Вон, красота здесь какая. Но я думал, мы на больницу выйдем. Что-то мы заблудились в этих дворах. Я тут никогда не был. Но мне кажется, мы уже выходим к Петиному дому скоро. Блин, мы не в ту сторону идем. Видишь, за борт. Ха-ха-ха. Нам назад, короче. Ты заговорил. Да-да-да. Ты за мной. Вот мех на своей дочке снимай. Ха-ха. Так, на нас посмотрело, как будто, я не знаю, я вывалил что-то и хожу им тут машу во все стороны. Да? А потом говорят, что они не дикие. Ну все. Вон эта таблика. Короче, Петь, потом поугараешь на нас, как мы тут пока шли болтали, прошли мимо твоего дома. Ну, в общем, ребята, Пете в видео не будет. Он вряд верит. Все, его ошибки. Да, в общем кадре вы видите. Не знаю, сейчас это вызвонение по WhatsApp. Или, ну давай, давай. Вот, и мы с вами должны встать, соответственно, вот здесь. Вот как-то так будет. Вот. Вот. Гриняк. Любовь моя. Мы вон с ребятами заглянули, которые ко мне два середки. И вот. Мы здесь снимаем короткое видео. Ладно, мелок, короче говоря, ну все. Да. Я очень-очень тебя люблю. У нас здесь просто пиздец, как это. На второй съемочный день и умираем. Пора уже в лобочек. Ну давай. Вставайся, ребят. Так, только сейчас ракурс выберем. Так, на самом деле. А, соответственно, ты выйдешь потом, да? Конечно. Раз, два. Хей! На самом деле это мираж. Важно, что внутри, к примеру, наш персонаж. Мы просто не доиграли в детстве. Да, да. До сих пор играем, играем, никак не играем. Люди ставят бронированные двери. Думаю, что это им поможет. В общем, в будущем. Да. Ну что, погнали. Давайте, братцы, давайте. Сейчас, подожди. Но оно немного отстает. Да, вот ты мне ее только что показал. То есть мы можем сейчас подойти к этой камере, что, скорее всего, мы и сделаем. Да. Я не знаю, но мы еще стоим. Мы еще стоим. тебя пойду. Мы еще не идем. Ты можешь, кстати, вот на этот телефон пока снимать. Мы еще почему-то стоим. стоим. Да. Мы пока еще стоим по вот этой веб-камере. Вон там. На самом деле мы здесь. Так, вот еще я только собираюсь идти походу к этому столбу. Вот мы только пошли. Ну да, отставание уже. Жесткое отставание. Но зато это кто-то использует дрон, а у нас дрона нет. Вот наши дроны. Слушай, она короче снимает но я уже очень близко подошел. тысяч только телефон достаешь. Это угарно. Не, реально. Я же говорю, я в детстве не доиграл. Не, слушай, мы сейчас слишком близко. Вот я сам себе еще только помахал получается. Ну вообще сама эта тема прикольная. А у меня 60 кадров в секунду стоит. Поэтому так давно около нас прошли с такой этой коляской как велосипед. Вот они еще только мимо прошли. не, мы с тобой ушли из кадра. Короче, вон где он. Вон там середина. Вот здесь. вот ты можешь пока выключить. Выключи. ща мы дождемся как мы сюда подойдем. Слушай, прикольно. Давай и мы в принципе я думаю мы уже это тоже они наверное да они там угорают. Во я еще только пошел сюда. Во смотри. Видишь мы в середине как раз. но иди сюда сам. Ничего сейчас в камеру помашем. Не я не хочу. В ту. Я тоже не хочу. Но просто со мной постой нашим подписчикам помашем. так сказать людей повеселили кто за этими камерами смотрит. И тебя может осуществлять. Все вот мы пошли. Значит ты уже макал. Да. Вот девчонка. И так вот конец сорели еще. Мы просто хотели вставить с этих веб-камер видео в наше видео. Но вы там испугались все. Подключали все сайты камеры все пропали и мы рисанулись только на двух камерах. Чем у вас башка забита? Вы обосрали нам все. Если город. Потому что уже смотри никого не было стоило начать снимать как все все помнят как я снимал паломников вот 500 человек прошло да ну мы думаем это совпадение такого не может быть ну реально блин я же с ними шел здесь не было такой дыры а прикинь кто так вот по этой лестнице мы поднимались с ними а представь теперь что кто-то шел и вот туда провалился ногами и хорошо если он хотя бы просто пролетел а не вот на эту между ног попал самая больная да вон кусок это видишь валяется вон жестко да трэш мы сейчас идем и вот реально это ощущается вот уж как говорится поверьте на да оно блин проминается он тебе наверное у меня видно ты давай сильно не прыгай блин давай пойдем аккуратно и вот мы сейчас идем идем такие а тут и вообще все провалено посмотрите ну понятно что это не от этих людей это уж так да но по факту здесь было очень много льда и это все на ну и это все похоже разорвало я не представляю нет слушай ну блин по ней стремно идти она мягкая вся ну ладно экстремалы вот посмотрим как у нас это с удачливостью да сегодня мы точно пройдем я знаю и вот возвращаясь к тому что я уже сколько снимал на свой телефон сейчас да разрядилось 10% пока мы пытались заснять с веб-камер разрядилось 40% есть какие комментарии нян уже имитировать тут нечего вообще вообще хочу вон Сереге показать как мы чудили на Курском вокзале когда я в Москве работал мы вот эти двери открывали вот эти вот которых машинисты заходят и мы проходили вот так вот допустим наша электричка стояла вон там на самой последней платформе мы значит заходим в эту дверь и проходим сзади машинистов открываем ту дверь там же стоят пути эти рядом там открываешь следующую дверь в электричке вот эту и идешь дальше и так через 4 а иногда 6 электричек и только и только машинисты орут да вы чего охренели мы говорим бля мужики извините мы на электричку опаздываем нам домой очень хочется мы трое суток работали не спавшие простите нас вот в таком духе но это было угарно да союз юморист пёсель блин а у нас ему дать жрать нечего пёс ты чей пёс не он боится он убежал ну чё рассказывай нечего не рассказать вот это будет перебивка рассказывай нечего мне рассказать «Вид fel премьи» Продолжение следует...